Противышем, недавно с очередной градостроительный симулятор, на этот раз под названием Небокенезер. И знаете, что игра по-своему ламповая, ведь здесь довольно приятная изометрическая графика, и, что самое главное, нам дают возможность познакомиться с историей древними сапотами, а когда у игры есть какой-то образовательный потенциал, как по мне, это всегда круто, ведь мы не просто играем, а также и узнаем историю и культуру этого места. А это очень и очень круто. Что ж, давай попробуем новую кампанию, и смотри, у нас даже тут есть сценарии, правда, они без описания, поэтому давай, наверное, попробуем все же кампанию. И да, на выхода носа. Я как будто прочитал только что заклинание из Гарри Поттера, ну да ладно. Эта кампания приведет себя через историю древней месопотамии и все ее важные вехи, от закладки первого поселения до падения Вавилона, погрузись в атмосферу одной из первых цивилизаций, с ее внушительными городами и великолепными памятниками. Да керамический неолит, да керамический неолит, а, первая значительная неолитическая культура на Ближнем Востоке. И, как видишь, я, конечно, не буду все это засчитывать, но очень, очень круто, что игра позволяет пораникнуться нам истории и несет какой-то, знаешь, образовательный потенциал. Ну, да ладно, давай попробуем и посмотрим на сам геймплей. У нас есть разные сложности, но давай попробуем на самой-самой маленькой. Что ж, твоя группа кочевников наконец-то нашла то место, которое ты так долго искал. Много плодородных земель и хороший климат, идеальное место для постоянного поселения. А у тебя, как у руководителя группы, самая важная роль. Организуй строительство своего нового дома. Давай возьмемся за дело. Так, ух ты, привет. И добро пожаловать в игру. Меня зовут Гиль Гамеш, и я собираюсь провести тебя по самым нескольким миссиям, чтобы показать как основы игры, так и некоторые передовые техники. Давай, наверное, пропустим обучение и попробуем сами что-нибудь построить. Так, и что у нас есть? Есть. Смотри. Грунтовая дорога, склады, дом и также всяческие заведения, которые что-то производят. Ну, я так понимаю, нам нужно сперва сделать какие-то дома, чтобы в них хоть кто-то-то жил. Так, и, наверное, вы у нас будете располагаться где-то тут. Отлично. Так, теперь нам, наверное, стоит провести дорогу. Смотри, грунтовая дорожка. Вот она. Первые поселенцы только что прибыли в твой город. Позабудься о них. Они тебе очень нужны. Так, ну, давай попробуем. Мы тогда проведем дорогу. Вот такую вот дорожку. Вот. И у нас все соединилось. Ты посмотри. Давай тогда, может быть, мы попробуем сделать что-то эдакое. Наверное, это будет у нас склад. Так, вот вам склад. И, конечно же, нам нужно что-то по типу... Я не знаю, что тут... Это ферма? Да, судя по всему, это ферма. Ну, давай она у нас тогда будет где-нибудь вот тут располагаться. Так. Но здесь нужно, судя по всему, провести дорогу. Угу. Ну, давай тогда попробуем провести небольшую дорожку. Где-нибудь, я думаю, тут. И мы можем сделать поля. Так, вот у нас будет тогда пшеница. И она будет расти у нас где-то, где-то вот здесь. Кстати, должен сказать, что тут довольно приятная графика. И, смотри, у каждого поселенца... Точнее, у каждого работника своя иконка. В зависимости от вида его деятельности. Вот это у нас, например, фермеры. Вот это вот перевозчики. А что у нас тут вообще имеется еще? Так, пекарня. Ну, мы, наверное, сделаем несколько. Несколько ферм. Они у нас где-то вот тут будут. Смотри. Грунтовая дорожка. Так. Нет, давай как-нибудь вот так вот сделаем, чтобы было все ровно. И, конечно же, наши поля. С нашей пшеничкой. Вот они. Ну, сейчас их будут засеивать. А мы пока можем сделать нашу пекарню. Так, правда... Погоди-ка, склад. Ну, давай мы, может быть, либо тут ее сделаем. Смотри, как хорошо она будет поставлена. В принципе, да, у нас все задействовано тогда будет. Ну, и, конечно же, нам требуются еще дома. Думаю, домов у нас как-то маловато. Поэтому давай их как-то увеличим. Так, вот тут они у нас будут. Вот тут стоять. Так, ну, в целом, жилые кварталы у нас получились. Смотри. Сейчас тут еще, по идее, должны быть какие-то разные задания. Вот статистика, престиж даже какой-то имеется. Вау. Бюджет. А, это еще что? Подсказка. Подсказка. Ну, мы пока вроде бы сами справляемся. Так. Тут что? Базовые функции. Базовые функции. Миссия. А, ну вот, смотри, миссия. То есть населения у нас уже больше, чем нужно. Товары на складе. У нас отсутствует и пшеница, и хлеб. Что ж, давай мы как-нибудь это попробуем исправить. Вы там, я не знаю, пытаетесь как-то это все дело засеять? Я надеюсь. А то у нас нет еды. У нас совсем нет еды. А сколько им нужно этих вот самых... Подожди. Где, где, где? А, ну вот, хлеб. 20, пшеница 20. Ясно. Ну и хижина у нас больше, чем надо. Так что давай мы, может быть, сделаем еще один склад. Он у нас будет где-то в этой области. Вот, видишь, они сразу его относят. Так, а эти у нас, получается, из пшеницы, которая поставляется на склад, производят уже хлебушек. Вот. Такие вот интересные лепешки. Кстати, я бы попробовал. Ну да ладно. Так. Ну, и да, остается нам только ждать. Давай, может быть, попробуем все это дело как-то ускорить. Если, конечно, у нас здесь так можно. Давай, может, посмотрим тогда в настройках. Так, пауза, ускорение. Да, есть. Ммм. Ну, хорошо. Это значит, где-то у нас... Ммм. Так-так-так-так-так-так. Погоди-ка. А, вот. Конечно же. То есть мы ускорили. Ну и вот. Уже пшеница у нас 13. И около 4 единиц хлеба. Сейчас мы тут активно засеем эти поля. Ну, кстати, жалко, конечно, что это у нас компания. То есть у нас, как видишь, не все постройки доступны. Так что я, может быть, предлагаю нам попробовать какой-нибудь сценарий. Либо, ну, не знаю, песочницу, чтобы посмотреть на все, что есть в этой игре. Потому что пока что... Ну, да, тут приятная графика такая изометрическая. Но я бы хотел... Так, погоди-ка. Пекарню. Ну да, давай, наверное, тут поставим пекарню. Пускай она тогда производит из этого всего хлебушек. И мы тогда сделаем миссию довольно быстро. Сейчас нам придется чуть-чуть, конечно, подождать. Но, как видишь, они довольно быстро справляются. Поселение, я так понимаю, у меня не голодает. То есть вот. Оп. Победа! Что ж, давай тогда попробуем сценарий и посмотрим на весь набор построек, которые имеются в этой игре. Что ж, и вот мы снова в меню. Кстати, тут имеются моды, хоть их и не так много, но все же они есть. Поэтому не забывайте заглядывать в мастерскую Стима. И, глядишь, вы увидите что-то, что интересно вам. Ну, а мы тем временем отправимся в сценарий. Смотри, тут у нас есть различные, не знаю, регионы или города. Ну, я думаю, мы попробуем Сузы. Тут, смотри, вот такая вот речка. И в целом, да, выглядит карта очень даже неплохо. Поэтому выберем, я думаю, мы именно ее. Древний город у подножия... У подножия горы Загрос. На протяжении всей истории город служил столицей империи Элам, а затем Персидской империи. Он сохранил свое значение во времена Парфианской и Сассадийской империй. Что ж, ну, уверен, это кому-то будет интересно. Что ж, и вот наша карта. Смотри, у нас тут появилось гораздо больше построек. И где-то, пожалуй, их даже очень много. И что мне с этим всем делать? Ну, что ж, сперва, наверное, стоит нам построить дома какие-то. А затем уже все остальное. Так, дорожка у нас тоже тут уже есть. И в целом, давай мы попробуем начать с какой-то инфраструктуры, что ли. Ого, тут есть каменная дорога, грунтовая. Ну, я бы попробовал... Попробовал, наверное, каменную дорожку. Куда-нибудь, куда-нибудь вот сюда. Пускай она нас будет вот так вот идти. После чего мы могли бы сделать уже какие-то домишки. Так, дом, вилла. Ну, вилла, конечно, стоит куда больше. Но давай попробуем построить много-много вилл. Так, вот они. Ну, не сказать, что они все одинаковые. Какие-то модельки у нас отличаются от других. Но все же, судя по всему, их всего две, я так понимаю. То есть, видишь, у нас есть вот такая вот вилла, которая повернута. И есть еще вот такие вот. Так, ну что ж. Давай тогда мы попробуем застроить это все дело. Резиденция. Ох ты ж, елки-палки. Нет, нам нужны обычные дома. Обычные дома. И, пожалуй, у нас они будут идти вот как-то так. Правда, второй ряд домов, он не подходит к дорожке. Точнее, не стыковывается. Поэтому нам нужно им сделать отдельную дорожку. Вот. Ну и теперь мы могли бы сделать поля пшеницы. Смотри, тут еще имеется храм. Господи, боже мой, какой же он здоровый-то. Тут есть дворец. Елки-палки. Дворец. А сколько он стоит? Так. Постой, постой, постой. Мне интересна цена этого дворца. Ну, видимо, мы потом уже... Первые поселенцы. Первые поселенцы только что прибыли в твой город. Позабудься о них. Они тебе очень нужны. Ну что ж. Попробую. Так. Видимо, от количества этажей, которые ты хочешь сделать в своем храме, дворце, либо в дворце... Ну, в общем, в резиденции. А от этого будет зависеть стоимость. Ну, выглядит, конечно, постройка очень и очень внушительно. Особенно, если она будет вот такого вот размера. Хо-хо-хо. Ну что ж. Смотри, тут у нас также декор есть. Довольно много. Ну, не сказать, что прям очень много. Ну, какое-то разнообразие у нас имеется. Так. Рыночек. Пожалуй, где-то тут, может быть, его поставить. Но нет. Сперва, сперва, сперва. Мы сделаем производство какой-нибудь... Какой-нибудь еды. То есть, вот, смотри, у нас тут есть... Ух. Так. Рыболов. Куда тебя поставить? Скажи мне, пожалуйста. Ну, наверное, как-то так. Слушай, да, и можно было бы дорожку провести. Давай тогда мы вот так вот сделаем. И где-то, где-то, где-то вот тут. Так. Теперь мне нужно провести дорогу. Где у нас тут грунтовая дорожка. Ну, и давай тогда вот так вот мы ее проведем. Отлично. Так. Ну, вроде бы, кое-когда вышло у нас это все дело организовать. Дорожка получилась странной, но все же какая есть. Так. Ну, и давай мы сделаем, наверное, какое-нибудь хранилище или... Ох, что у нас тут имеется-то? Во! Живот на отчество. Так. Где наши дома? Вот они. Давай мы тогда попробуем где-нибудь вот тут поставить. Или вот тут? Тут вроде бы более такие зеленые поля. Травки больше. Поэтому давай попробуем. Так. Смотри. Что это у нас? Пастбище с овцами. Либо пастбище с козами. Они производят молоко. Ну, а овцы производят у нас... Руно. Что ж. Мы, наверное, будем ориентированы сейчас на молоко. Потому что... Кушать-то тоже что-то нужно. И да, смотри. Теперь они у нас вот так вот ходят, пасутся. Выглядит, кстати, очень даже ничего. Так. Давай мы, может быть, тогда попробуем... Порт. Так-так-так. Пекарня. Нет, мы сделаем... Вот такие вот интересные поля у нас будут. Пожалуй, где-то тут. Ну и, конечно же, нужно провести им дорогу. Потому что без дорожки все это дело у нас не будет работать. Так что... Что у нас тут имеется? Финиковая пальма. Ячменное поле. Пшеничное поле. Либо линовое поле. А, еще есть виноградники. Конечно же. Так, ну давай мы попробуем пшеничку посеять. А там, глядишь, что-нибудь еще придумаем. Так. Что у нас тут? Еще есть пекарня. Пекарня. Ну да, пекарня нам, естественно, само собой нужна. Так. Она у нас будет где-то, наверное, вот в этой области. Или где-то вот в этой области. Ну давай, наверное, вот тут мы ее сделаем. Эту пекарню. Ну и сделаем так же, конечно же, себе какое-то хранилище. Так. Что у нас тут? А ты что вообще такое? Скажи, пожалуйста. Что ты такое? Ну что-то, что собирает воду. Ну-ка. Подожди-ка. А описание вообще постройки у нас тут имеется? Нет, нет. Слушай, не пишут. Либо я куда-то не туда смотрю. Ну и да, мы можем провести мостик. Вот у нас. Он бы тогда соединял. А, давай попробуем. Так. И вот. Такой вот замечательный мостик у нас получается. Ну, сейчас пока мы его проводить не будем. А хранилище нам очень и очень бы пригодилось. То есть вот склад. Мы его поставим куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь вот сюда. И пускай они тогда все это дело складируют. Так. Ну вот. То есть они сейчас производят хлебушек. Он поставляется нашим поселенцам. Кстати, не замечал. Они вообще кушают, не кушают? Давай посмотрим. Так. То есть вот у нас. Крестьян. Крестьян у нас сейчас 960 человек. При этом нам не пишут, что они там. Горожане. И аристократия. То есть ты хочешь сказать, что крестьяне это... Не горожане. И не аристократия. То есть это как отдельный класс. Ясно. Ясно. Что ж. Давай мы тогда попробуем порт. Большой порт. Что мы можем сделать? Так. Какие-то у нас разные мастерские, которые требуют то глину, то медь. Ну вот. Медная шахта. То есть ее можно построить в каком-то определенном месте, где у нас имеется медь. Либо мы могли бы... Что у нас тут? Керамическое. Так. Ну, глину. Могли бы добывать где-то здесь глину. Так. Ну, давай мы где-нибудь тут ее будем добывать. Так. Вот у нас тогда вот тут будут они копать глину. И где-то здесь они будут производить горшки. Где у нас тут имеются какие-то горшочки? Так. Печатная. Так. Ну, тут, конечно, немного неудобно смотреть. Ну, я уверен, что мы сейчас где-нибудь да увидим. Так, погоди. Колодец. Давай, может, его куда-нибудь вот сюда поставим. Так. И что ты требуешь? Для некоторых продавцов и некоторых караванов нет заданных маршрутов. А-а-а. Им еще и маршрут нужен. Так. Ну, давай мы тогда... Не знаю, что мы сейчас вообще выбираем. Так. Что? Что он хочет? Я не понимаю. Ну, допустим. Сейчас давай это дело закроем. И все-таки найдем себе... Так. Где тут у нас... Производят керамику какую-нибудь. Печатная, ткацкая. Так. Подожди. Я ее видел. Просто, опять же, тут не все постройки, ну, удобно просматриваются. Может быть, мы, конечно, можем изменить размер интерфейса. Так. Размер пешеходов. Высокая. Я без понятия, что имеется в виду под пешеходами. Либо размер самих жителей, либо... В общем, это странно. Это весьма и весьма странно. Так. И вот у нас размер интерфейса, судя по всему. Ну, давай мы его вот такого вот размера сделаем. Так. Пивоварня. Ну, вроде бы как не изменилось у нас ничего. Поэтому давай, может быть, своими силами найдем керамику. То есть, вот, смотри. Что-то вроде как похоже на правду. Что тебе требуется? Слоновая кость! А где я тебе ее добуду, эту слоновую-то кость? Так. Может быть, тут какое-то пастбище есть? Слоников. Медная лавка. Пивоварня. Виноделие. Так. Ну, это нам ничего не подходит. Опа. Смотри. Храм. Правда... А что он потребляет? Ты же явно что-то потребляешь. Что тебе нужно для работы, скажи, пожалуйста. Так. Это, получается, здание... Инфраструктура или где это вообще было? Пекарня. Промышленность. Услуги. Вот. Роскошный рынок, общий рынок и бедный рынок. Ну, пока что, я так понимаю, у нас будет бедный рынок, куда будут поставляться всякие такие, ну, весьма дешевые товары. Поэтому, давай мы, может быть, сделаем... Вот. Продавец хлеба будет у нас, продавец молока и продавец, не знаю, хлеба. Да. Пока что продукции на рынке у нас не так много, но, слушай, из хлеба и молока тоже можно сварганить много чего. Так. Колодец. Вот. Светилище. Давай мы тогда его вот тут поставим. И вот у нас местный жрец, судя по всему. Жилище священника. Ага. И что ты от меня хочешь? То есть мы можем деактивировать здание, а либо мы можем... Так. Сказать ему, чтобы он ходил и как-то проповедовал, что ли. Хм. Ну, это довольно странно, что ни говори. Так. То есть сделали ему маршрут. И для этого мы тоже сделали маршрут какой-то. Ну, вот, в принципе, этого, я думаю, будет им достаточно. Так. А что-то еще больше. На некоторых рабочих местах не хватает работников. То есть... Горожане у вас имеются... Что вам? Не хватает-то, ребята. Может быть, они там своими силами как-то не справятся. Им нужно еще какое-то здание. Смотри, у нас тут библиотека еще есть. Так. Колодец. Рынки. Администрация. Ну, пускай будет у нас администрация. Что это такое? Ммм. Ему требуется бумага для работы. Ну, конечно же. А где я... Таблички. Таблички. Где я тебе сделаю таблички, товарищ? Скажи мне, пожалуйста. Наверное, где-то... Ну, явно не в лавке мясника. Это явно не лавка мясника. Ну, наверное, какой-нибудь там... Сейчас, где у нас тут? Это получается... Вот промышленность. Глинодобыча, керамика. Вот. Столярная мастерская. Давай ее где-нибудь вот тут тогда сделаем. Посмотрим, что он там будет делать. Так. А, тебе нужны доски. Елки-палки. А где я возьму доски тебе? То есть... Подожди. Этому нужны доски? А кто у нас производит-то доски? Скажите мне. Где у нас тут дровосеки? Портяжная мастерская, ткацкая. Печатная мастерская. Господи, сколько всего. Так, пекарня. Слушай, ну... Да, конечно, постройку у нас тут много. И, судя по всему, инфраструктура у меня уже... Немного того. Я не знаю, что... Что у нас тут? Показать привлекательность? Покажи загрязнение. Оу. Понятно. Что ж. Уборщиков, я так понимаю, у нас нет. Ну, конечно, жалко, что тут не показано. Как у нас загаживаются дороги. Как у нас по этим дорогам ходят сами жители. И вообще бурлит как-то жизнь. А это еще что? Что-то странное. Какой-то ров. Хм. То есть мы можем... Подожди-ка. Немного непонятно. Как это все дело работает. Ну, в общем, в любом случае, это какой-то ров. И сюда, судя по всему, будет стекать вода. В случае... Я не знаю. Потопа какого-то. Чтобы отвезти воду. Ну, в любом случае, мы можем это делать. Так, большой порт. Ну, давай, наверное, сделаем себе порт. Где-нибудь... Где-нибудь ты у нас будешь вот тут стоять, я так понимаю, да? Вот он. Сейчас мы как-то его присобачим. Так, не хватает места. Что ж ты будешь делать? Везде ему не хватает. Так, ну вот тут ты, наверное, поставишься, да? Нет, все равно есть какой-то кусочек земли, который ему там не подходил. Так, ну и давай тогда мы проведем дорогу. Хотя я не знаю, нужна ли дорога этому зданию, потому что там ничего не писали. А, и, конечно же, мы туда поставляем товар, чтобы его потом поставлять в другие города и продавать. Ну, а так как у меня товаров никаких нету, то, в общем-то, и смысла особого у нас нету в этом всем было. Так, ну, в любом случае, вы видите мой городочек. Мой горе-городочек. Так, а где, 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 скажи мне, пожалуйста, производятся доски? Ну, давай мы построим лучше храм. На кой черт нам это еда, доски, глины, когда мы можем построить свой храм или дворец? Ну, да, 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 начнем мы, пожалуй, вот с такого вот храма. А, нет, смотри, не хочется ставиться там. Что-то ему там не подходило. Так, вот тогда ты у нас вот тут будешь стоять. О, боже. Так, построю склад материалов для строительства памятника. Ага. Минимальная площадь, 288. И, получается, тут можно выбрать размер вот этого вот памятника, а выбрать ему какие-то специальные части и какой-то свой декор. Вау. Ну, неплохо. Тут можно сделать нам какие-то площадки, по которым никто не ходит. Но, уверен, что в ближайшее время это как-то исправит, потому что обновления в этой игре довольно часто выкатываются. Ну, по крайней мере, я. Хочу в это верить. Так. Не, ну я слышал про сценарий, который в скором времени у нас добавится, но пока что игра выглядит очень даже... Очень даже приятно. То есть такая вот... Рисованная приятная графика, и в целом в этом определенно что-то есть. Каждой постройке требуется какой-то материал, требуется какая-то производственная сеть, где у нас будет налажена поставка каких-то определенных ресурсов. Но пока что, как по мне, игра уже подходит для игры. Ну, я в том плане, что в нее уже сейчас можно играть и как-то потреблять всю эту информацию, которая тут в довольно большом количестве подается игроку. И я бы сказал, что это очень даже круто, что тут есть какой-то такой потенциал для... Ну, такая, знаешь, образовательная часть некая, где нам рассказывают про какие-то древние города, чем они жили, процветали, и какие трудности они встречали на своем пути. По крайней мере, как по мне, это звучит очень даже интересно. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Игра мне понравилась, но хотелось бы видеть больше жизни в самом городе. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.